На прибыль за полтора года действия закона не воспользовался ни один промышленный инвестор в Башкортостане. Изменения федерального закона, касающиеся специальных инвест-контрактов, стали непонятны исполнителям на местах и участникам региональных рынков. Закон был принят еще в конце 2014 года. По его условиям, инвестор должен вложить деньги в развитие отечественного предприятия в размере не менее 750 миллионов рублей, взамен получив от властей налоговые каникулы на прибыль сроком до 10 лет. Таким образом, специнвест-контракты должны были серьезно повлиять на развитие импортозамещения в промышленности. В регионах проект, что называется, забуксовал, по словам экспертов, в первую очередь из-за неточных формулировок в самом законе. Хотя в республике есть компании, заинтересованные во вложении средств в производство и соответствующих налоговых льготах. В начале этого года мы консультировали одну компанию, выступали как посредники между Минпромторгом, Центральным аппаратом и конкретным предприятием. Были вопросы самые различные. 750 миллионов суммы инвестиций с учетом НДС или нет? Какие оговорки есть, что является процессом импортозамещения, какие дополнительные, какие подотрасли входят в эту программу, какие исключены и так далее. То есть вопросы, они есть. Не всегда есть возможность оперативно получить комментарии в Центральном аппарате Минпромторга и Фонде развития промышленности. Исправить ситуацию призвана госпрограмма, которую этой осенью планируется принять в Башкортостане. Она коснется развития промышленности по всем отраслям и уточненного механизма заключения специнвестконтрактов. Это должно привлечь новый поток инвестиций в промышленный сектор республики.